Елабужский завод «Солерс Форд», где выпускались малотоннажники «Форд Транзит», остановился еще 3 марта. И с этого момента ни российский «Солерс», ни американский «Форд» не делали никаких заявлений. Хотя похоже, что вскоре площадке придется сменить ориентацию. Что вообще сейчас происходит? У дилеров осталось совсем мало новых «Транзитов», а те, что есть, удивляют ценниками. За самые простые версии продавцы просят около 4 миллионов рублей. То есть вдвое дороже, чем было раньше. С обслуживанием ранее проданных автомобилей проблем нет. Расходников хватает и на дилерских, и на центральном складах. Вот только вместо замены агрегатов по гарантии мастера теперь предпочитают их ремонтировать. Поставки запчастей расходников, включая откровенно редкие позиции, продолжаются, ведь компоненты приходят из Турции, которая не объявляла против России никаких санкций. Разве что выросли сроки доставки. Само будущее малотоннажных «Фордов» пока туманно. О том, что конвейер может перезапуститься, нет никакой информации. Впрочем, как уверяет авторевью, владелец завода группа «Солерс» активно ищет новых партнеров, желающих освоить простаивающий конвейер. Их главным кандидатом издания называет китайскую фирму «Джак» со своим фургоном «Сан Рэй». Внешне модель напоминает «мерседесовский спринтер» прежнего поколения. Сама машина – это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики могут врезать стекла и вставить сидения, получив на выходе автобус. Под капотом «Солнечного луча», как переводится название «Сан Рэй», скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика, но также существует бензиновый вариант. Понятно, что Ford – современие и совершение поднебесного одноклассника, но похоже, что про транзиты российской сборки отечественным перевозчикам придется забыть. Если не навсегда, то надолго. А жаль. На моторном заводе, где еще недавно делали легковые двигатели, вовсю готовился выпуск нового двухлитрового дизеля, с этим мотором «Транзит» попутно получил бы долгожданное обновление, включая свежую переднюю панель. В этой ситуации единственным выгодоприобретателем выглядит группа «ГАЗ», ведь Ford Transit уверенно обосновался на втором месте по объему продаж легких грузовичков, создав реальную конкуренцию лидеру класса – «Газели в следующем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова